Выйдя на балкон, горожанин увидел рабочие моют технику рядом со стройкой, сливая остатки строительной смеси на землю. По словам очевидцев, это повторяется изо дня в день. Здесь успела появиться целая бетонная площадка. Поскольку здесь много домов и рядом проходит тропинка, то есть в принципе начался учебный школьный год, то есть дети, я думаю, любят бегать по таким тропинкам, по стройкам и могут в принципе застрять в этом бетоне. То есть в принципе, когда его выливается, он же не сразу застывает. Вокруг на стройках кипит работа. Если цементовоза не остановить, сетуют череповчане, забетонированная площадка может существенно увеличиться. Кроме бетонной лужи территория новостроек таит в себе еще множество опасностей. Это торчащая повсюду арматура, железобетонные плиты и горы прочего строительного мусора. И все это на фоне полного отсутствия освещения в вечернее время. А ведь это единственный путь, связывающий район новостроек с цивилизацией. Ежедневно жители района пробираются домой через всевозможные препятствия. Опасность все равно и для детей, и для взрослого человека также. То есть, естественно, сами посмотрите, вы смогли бы так вот пройтись тут. Тем более в вечернее время, когда плохо все видно. Освещения нет совершенно. Освещение, во-первых. Дети уходят со второй смены. Темень, лужи, грязь. Идешь, машины обрызгают с ног до головы. Вообще безобразие. Любые нарушения на стройках череповчане могут снять на видео и предоставить комитет по благоустройству города Череповца. Сделать это можно двумя способами. Первое – это сообщить в комитет, подойти. Он и еще желательно один свидетель. И мы составим, возбудим дело в административном нарушении, составим материалы и возьмем их в работу. Будем проводить административное расследование. Оставить замечания по работе строек череповчане могут и по телефону 50-24-40. А чтобы специалистам комитета по благоустройству города было проще найти нарушителей, нужно предоставить конкретные данные. Например, номер цементовоза. Это необходимо для того, чтобы узнать, в какой организации работают водители-хулиганы. Елена Смирнова, Сергей Павлов, Егор Плюснин. Новости.